Добрый вечер! В эфире Де-Нократия, программа, в которой мы спокойно поговорим о нашумевшем. Итак, Владимир Зеленский уже месяц на посту президента, это прекрасный повод, чтобы подвести какие-то итоги. Вот он, свежая кровь, реформатор. По уровню амбиции его сравнивают с Франклином Рузвельтом. Действительно, есть много общего, и тот и другой получили страну в непростом состоянии. В США была Великая Депрессия, у нас Петр Алексеевич тоже нагнал тоски. И Зеленский и Рузвельт представили грандиозные планы на 100 дней. Ну, 100 дней пока не прошло, но уже можно сравнить по итогам месяца. Итак, Франклин Рузвельт за первый месяц провел через Конгресс около 20 законов. Неплохо. А сколько же законов провел через парламент Зеленский? Ну, пока, скажем так, уверенное второе место. Притом нельзя сказать, что Зеленский за это время не сделал вообще ничего. Он съел на заправке шаурму. Затем он снизил какие-то сборы, возобновил какие-то переговоры, выиграл какой-то суд. Но для СМИ шаурма, конечно, осталось главным событием этого месяца. Ноль против двадцати. В чем проблема? В чем Зеленский не дотягивает до Рузвельта, кроме роста? Как по мне, ему не хватает пресловутого политического опыта. Не знаю, как там в Америке 30-х годов, но в Украине сегодня мало того, что ты захотел сделать реформы. Мало того, что этих реформ хотят 75% населения. Это все ерунда. Главное, чтобы эти твои реформы захотели 450 депутатов. С Радой нужно дружить, нужно строить с ней отношения. А неопытный Зеленский повел себя как-то странно уже на первом свидании. Я распускаю Верховную Раду восьмого скликаня. Очень мудрое начало. Это знаете, как сказать жене, дорогая, тебе нужно съехать с моей квартиры. А потом, а что у нас сегодня на ужин? Ну и пошло-поехало. Из 16 законопроектов Зеленского Верховная Рада заблокировала ровно все. Проекты об изменениях в законе о выборах даже не стали включать в повестку дня. Зеленский, видимо, планировал, чтобы действующие депутаты проголосовали за то, чтобы их шанс стать депутатами еще раз уменьшился. Простыми словами, он ждал, что 450 офигенно живущих людей в едином порыве встанут и скажут, я не хочу больше жить офигенно. Ну, такое бывает разве что в религиозных сектах. Но тут люди как бы далеки от Бога. На моей памяти из всех депутатов от мандата отказались только Вакарчук и Злата Огневич. Оба певцы. Видимо, это какой-то побочный эффект этой профессии. Правда, Вакарчук планирует вернуться. Видимо, это побочный эффект профессии депутата. Не с того вы начали, господин президент. Нельзя так с депутатами. Ведь у них великая и сложная миссия сделать так, чтобы жизнь украинцев изменилась. А у них осталась прежней. Вы платите по европейским тарифам, а мы будем жить на даче Брежнева и есть из посуды Щербицкого. В нашей стране стать народным депутатом означает перестать быть народом. Жить на новом уровне, над законом. А Зеленский предлагает наказывать за незаконное обогащение и какие-то другие глупости. Да что там, он предлагает отменить мажоритарку. Кто не знает, в стране 225 округов, от каждого из которых в Раду попадает два человека. Один по партийным спискам, второй мажоритарщик всего получается 450. То есть мажоритарщики это ровно половина Рады. Это если считать по головам. По живому весу это где-то три четверти. Кстати, 27 округов находятся на неподконтрольной территории. И знаете, как решили эту проблему в Раде? Решение просто гениальное. Предложили добавить необходимое количество округов на той территории, которую контролируют. То есть потерять территорию мы можем, потерять население мы можем, но сократить количество мажоритарщиков никогда. Отменить мажоритарку это нарушить покой и сон людей, которые, став князьками на отдельной территории, обрели себе вечную политическую жизнь. Вот задачка на сообразительность. За кого проголосует мажоритарный округ, если все его население это либо работники шахты, либо их родственники, которые живут на зарплату шахтюра, потому что работать там в принципе больше негде. Даю маленькую подсказку. Один из кандидатов владелец этой шахты. Речь о народном депутате Ефиме Звигильском и шахте имени Засядько, которая известна на всю страну своим ангелом-хранителем в Киеве и ежегодными авариями на месте. Звигильский абсолютный чемпион среди депутатов. Он отбывает свой восьмой подряд созыв. Он 29 лет занимает место в Верховной Раде. И последние лет пять, по слухам, не покидает его даже во время каникул. В крайний раз, чтобы стать народным депутатом страны с населением в 40 миллионов, ему хватило всего 1400 голосов. Раньше бывало больше, но аварии на шахте, чтобы им пусто было. Мне интересно, как Звигильский планирует пойти на девятый созыв? Просто его мажоритарный округ находится на оккупированной территории. Может, он не знает? Возможно, его берегут от информации, которая может расстроить пожилого человека. Что это за демократия, если депутата с его места может убрать только Господь Бог? Мы, походу, идем в Европу примерно 14 века. Ну, просто я не хочу ждать, пока умрет, например, Лешко. Это может быть очень нескоро. Он ездит на велосипеде, ныряет в прорубь, он ведет здоровый образ жизни и постоянно подпитывается энергией от молодых женщин и не только. Я вообще боюсь, что Лешко бессмертный, он иногда ведет себя именно так. Сколько еще созывов этот непотопляемый кусок политического опыта будет дрейфовать от одного берега к другому? Я не хочу, чтобы такие, как Лешко, вечно сидели в парламенте раз в пять лет перед выборами, обещая вернуть Крым. Заметьте, не мы, не армия, не дипломаты, а я верну. Сказал, сделал. Но при нашей демократии именно такие люди принимают решения, сколько и как они имеют право сидеть в парламенте. В общем, в отличие от Рузвельта, Зеленскому придется строить новую страну по старым правилам и собирать команду в том числе и по мажоритарке. И тут, конечно, начали всплывать довольно яркие фигуры. К примеру, от партии «Слуга народа» по мажоритарке, в числе прочих, пойдут такие заметные особы, как Юрий Корявченков и Сергей Сивохов. Куча мемов, куча юмора по этому поводу и в интернете, и у нас в офисе. Шутят про то, что ребята уже выглядят так, как мажоритарщики после четырех созывов. Но я замечу, есть разница. Они эти килограммы набрали своими силами, а не на государственной должности. Ну и опять же, самый железный аргумент. Как юмористы могут быть депутатами? Ведь это такая сложная работа. Серьезно? Сложная? Давайте посмотрим. Как же вы заголосовали, если вы с этим не согласны? Ну, как я голосовал, я голосовал. Взял, ты нажал на зеленую кнопочку. Мне кажется, ребята справятся. А вообще, по поводу Гаврилюка, не как человека, а как явления, у меня есть такая мысль. Я, может, скажу что-то крамольное. Но нет ли ощущения, что депутатский мандат – это не единственный способ отблагодарить потерпевшего? Просто если бы в 2014 году Гаврилюку подарили квартиру и джип и отправили обратно домой, поверьте, это обошлось бы стране намного дешевле, чем квартира и джип, которые он заработал, нажимая зеленую кнопочку. Я, конечно, не верю в чудеса, но вдруг кто-то примет это к сведению. 21 июля вам дадут два бюллетеня. Если в одном из них вы проголосовали за партию, которую поддерживаете, то вполне логично, что и во втором бюллетене вам нужно поддержать представителей этой партии, чтобы их в Раде было двое, и они голосовали в какую-то одинаковую сторону. То есть, если вам нравится программа Батькивщины, ну вот прям очень нравится, выбирайте мажоритарщика от Батькивщины. Голос – голос. Европейская солидарность – значит Европейская солидарность. Никак не могу привыкнуть к названию, назову ее «Партия Порошенко», а то Европейская солидарность звучит как что-то новое и сбивает с толку. Ну, просто там собрались действительно самые-пресамые опытные украинские политики. Вообще, по поводу политического опыта, знаете, согласно европейским исследованиям, по уровню государственной коррупции Украина занимает уверенное второе место в Европе, уступая разве что своему великому учителю с Востока. При такой статистике наш политический опыт может выступать разве что как отягчающие обстоятельства. Судья выносит приговор, например, три года, и его тут же нужно умножить на коэффициент, на количество созывов, которые этот человек был при власти. Рада наше все, но за восемь созывов не было принято ни одного закона, ни одной поправочки, которая хоть как-то ограничила бы народного депутата в свободе делать все, что ему вздумается. В чем причина? Может быть в том, что для принятия такого закона нужны голоса тех, кого хотят ограничить? И на фоне этого Зеленский прямо на инаугурации заявляет, что уж в этот созыв мы точно отменим депутатскую неприкосновенность. Вот с чего бы. Знаете, есть замечательное предложение. Мне кажется, что такой вопрос, как снятие неприкосновенности, это просто идеальный вопрос для народного референдума. Я, кажется, знаю заранее, каковы будут его результаты. Просто раз уж наши депутаты народные, пусть их полномочия определяет народ, а не они сами. Хочется верить, что новая рада будет другой, но это случится не раньше, чем через месяц. А пока президент Зеленский может выкладывать фото, как он ест чебуреки, люля-кебаб или плов. Хотя нет, плов уже съели. Даже в таких делах приходится торопиться. Пять лет пролетят очень быстро, и если не спешить что-то поменять, то, что было раньше, найдет способ вернуться. Спасибо за внимание. Надеюсь, когда-то мы найдем ответ на вопрос, где наша демократия и что нам все эти годы подавали вместо нее.